Живых денег от государства ждали многие, потерявшие работу в период пандемии. Некоторые дождались. Безработные будут получать сумму, которой, по мнению властей, достаточно для выживания. Один минимальный размер оплаты труда – 12 130 рублей. Чтобы человек получил эти деньги, первое, он должен быть признан безработным после 1 марта. Второе, статья увольнения, положительная. Третье, до увольнения он должен был в течение года отработать 26 календарных недель. Также эта категория безработных получит компенсацию на детей. Впрочем, повышенное пособие получат не все безработные. Уволенным с 1 марта по отрицательным статьям пособие не увеличат. Но на детей компенсацию по 3 тысячи будут выплачивать также 3 месяца. Люди, потерявшие работу давно и уже получающие выплаты по линии службы занятости, смогут рассчитывать на увеличение пособия по безработице до 10 450 рублей. Людям, уволенным по отрицательным статьям и тем, кому размер пособия снизили или приостановили за неявку в Центр занятости, увеличивать выплаты не будут. В отдельную категорию выделили тех, кто уволился до 1 марта и по каким-то причинам не встал на учет в Центре занятости до 8 апреля. Их пособие будет, согласно законодательству, также рассматриваться от 1,5 тысяч до 12,130% в отношении к среднему заработку за последние 3 месяца работы. Только 1,5 тысячи рублей без компенсации на детей положены тем, кто не работает больше года, уволенным за нарушение трудовой дисциплины и тем, кто впервые ищет работу. В последнем случае сделаны исключения для сирот. Им пособие увеличат. Руководитель Центра занятости отметила, что в пакет документов на выплаты вместо справки о зарплате с места работы разрешено приложить справку 2НДФЛ, которую можно оформить на сайте налоговой службы. По всем вопросам о постановке на учет и выплате пособий нужно обращаться по телефону 79220-79205-32281. Личный прием в Центре занятости временно прекращен. Елена Грецкова, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.